Это новости одной строкой и Арузаля Теналиева. Громкие переименования улиц в нашей стране набирают обороты. Еще недавно имя бывшего министра внутренних дел Молдомасы Конгантиева присвоили одной из улиц городска милиционера в селе Кукджар в пригороде Бешкека. Инициаторами выступили сотрудники милиции. Они в письменной форме обратились в Айлок Мэтту. Так называемый флешмоб переименования продолжили в Джалабадской области. В селе Рахманчан Ноукенского района одну из улиц назвали в честь беглого президента Курманбека Бакиева. Но табличку с его именем тут же демонтировали, когда в соцсетях поднялась волна негодования. Информация о незаконном присвоении имени бывшего президента не была доведена до сведения районного областного руководства. Виновных привлекут к ответственности в рамках закона, заверили в полпредстве. Если другие улицы носят название конкретных личностей, то в селе Масын Укенского района Джалабадской области жители назвали улицу именем президента Кыргызской республики. Акибну Укенского района Эркембек Маматаев отметил, что в курсе данной ситуации и решение уже одобрено Аильским Кенешем. И только в 2020 году название будет узаконено. Арендатора кафе «Антошка» отпустили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бешкека. Напомним, он был задержан в связи с инцидентом 8 ноября на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркендык. Внутри фастфудной «Антошка» произошло два взрыва. Произошел пожар. Со слов очевидцев произошла утечка газа. Первоначально в кафе произошло возгорание у плиты, где готовили бургеры. Сотрудники начали перепрыгивать через стойку и вместе с посетителями выбегать на улицу. Далее последовали три взрыва газовых баллонов. Так, по данным следствия, во время взрыва погибла сотрудница общепита. Ее тело нашли после того, как потушили пожар. Еще 12 человек пострадали, среди них семеро детей. На данный момент состояние двух пострадавших остается тяжелым. Премьер-министр страны Мухаммед Калы Аблгазиев поручил госорганам провести тщательное расследование причин пожара. Боливии, протестующие в ходе антиправительственных демонстраций, напали на мэра небольшого города Винта. Женщину облили красной краской, затем отрезали ей волосы. Помимо этого, митингующие подожгли городскую ратушу. Нападение произошло после того, как среди демонстрантов прошел слух о якобы гибели трех манифестантов во время конфликта с поправительственными активистами. Толпа ворвалась в ратушу и с криками «Убийца напала на женщину». Ее заставили подписать заявление об увольнении, а затем демонстранты разграбили и подожгли здание. Мэра доставили в больницу. В свою очередь, президент Боливии Эва Моралес объявил о своей отставке. Это произошло после трех недель протестов оппозиции. В ночь с 10 на 11 ноября в Бишкек прилетела национальная сборная Японии по футболу. Об этом сообщила Федерация футбола Кыргызстана. Уже сегодня сборная Японии проведет свою первую тренировку. Занятие состоится на базе спорткомплекса «Дурдой». Игры в рамках отбора чемпионата мира и Азии запланированы на 14 ноября. Против Японии и 19 ноября ответный матч против Таджикистана. Оба матча состоятся в Бишкеке на стадионе имени Дулюна Амурзакова. Амурзакова.